И вновь в зале Дворянского собрания Дворца книги многолюдно звучит музыка, а на столике ждет своего нового обладателя символ ежегодной областной премии «Шапка Мономаха». Это сувенир, который каждый год изготавливается заново, вручается лучшим людям нашего региона. Недаром мы подчеркивали, что «Шапка Мономаха» – это гран-при «Человек года» в области духовной культуры и истории. И вот уже много у нас лауреатов было за эти годы, и каждый раз мы удивляемся, какие замечательные люди живут в нашем регионе. Традиция вручения премии была заложена журналом «Мономах». Как пояснила Ольга Шейпак, «Шапка Мономаха» была придумана с целью донести читателям журнала «Главную мысль» – «Крепка семья, крепко государство», которую завещал потомкам русский князь Владимир Мономах. С 2009 года награда получила признание и поддержку губернатора, денежное подкрепление и была дополнена номинациями. В этом году церемония вручения премии за заслуги в области региональной историографии и литературного творчества состоялась в 26-й раз. В ней принял участие губернатор Алексей Русских. Сегодня мы награждаем лучших историков, краеведов и литературных за их многолетний труд по изучению истории и культуры нашего края. И от всего сердца поздравляю этих умных, добрых, светлых людей, которые бесконечно увлечены своим делом. Им удается сохранить прелесть прошлого, а также не только запечатлеть историю и день настоящий, но и приблизить наше прекрасное будущее. Гран-при за успешную исследовательскую работу в этом году досталось старшему научному сотруднику Краеведческого музея, заслуженному работнику культуры Ульяновской области Ирине Вениаминовне Смирновой. Больше 40 лет я работаю в Краеведческом музее. Из них ровно 40 лет в историко-мемориальном центре музея Гончарова. Это филиал Краеведческого музея. Из них 10 лет была заведующей музея Гончарова. И 40 лет жизни отдана изучению биографии нашего с вами великого земляка. Там достаточно много белых пятен. Некоторые из них мне посчислилось не то, что закрыть, но, так сказать, немножко об этом узнать побольше. Премию в номинации за заслуги в области литературного творчества за большой вклад в литературное краеведение получила писатель, биограф, краевед, педагог Нина Ивановна Васильева. Меня очень интересует история моего Чертоклинского района, связанного со Старомайским районом. Потому что когда-то они составляли единое целое. Именно братьев Тургеневых, князей Хованских, Чернышевых и многих-многих других дают тот богатый материал, который способствует восстановлению подлинной истории нашего края. Номинации за заслуги в области региональной историографии, за активную просветительскую деятельность и за продвижение региональной истории и культуры наградили заведующую Акшуатским историко-этнографическим музеем имени Владимира Поливанова Веру Петровну Фомину. Жить и работать в Акшуате и не заниматься именем Владимира Николаевича Поливанова и его деятельностью, конечно, невозможно. Поэтому я сколько лет живу в Акшуате, столько лет и занимаюсь этим именем. И буквально лет шесть тому назад мы нашли родственнику Поливанова и наконец-то исполнилась моя вообще детская даже мечта. Теперь мы составили полностью родословную, узнали, что случилось с семьей. В номинации молодому автору за лучшую публикацию года, за яркие публикации в журналах «Мономах» и «Симбирск» награды удостоены ульяновской художницы, фотограф, корреспондент Юлия Узарютова. В мероприятии приняли участие ульяновские краеведы, литераторы, ученые, историки, педагоги, журналисты, художники, музыканты, студенты и представители общественности. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.